всем привет недавно на моем канале вышел ролик вместе с павлом репиным где мы разбирали жилой комплекс брусника в академическом а сегодня как и обещал я разберу трешку из этого жека поехали и так трешка от брусники а конкретно я взял первую квартиру которая была на их сайте надо сказать что там огромное количество этих самых трехкомнатных квартир и я попросту взял самую первую эта квартира на втором этаже в секции из 7 этажей площадью 85 квадратных метров и стоит она 6 миллионов семьсот двадцать тысяч рублей вот такие цены нынче друзья поэтому давайте присмотримся к этой квартире повнимательнее но во первых что я отметил все квартиры в брусники очень и очень друг на друга похоже из дома в дом из дома в дом прям вот какие-то такая брусничный тип что ли какой-то складывается и это не исключение похожую я уже встречал но тем не менее я обещал я разбираю и вы знаете я попробую по вашим же просьбам опять-таки же сделать разбор исходя из ну так сказать максимально пользы для вас чтобы это получилось но я ведь не знаю портрет вашей семьи и ваши предпочтения и особенности поэтому я буду опираться на свои предпочтения и особенности и давать рекомендации по планировке так как я это бы сделал для себя итак начинаю свой разбор друзья первое на что я хочу обратить внимание это на толщину перегородок которую видно на плане а раз перегородочка толстая то скорее всего это несущая стена ну так обычно бывает поэтому глядя на эту трешку можно сделать вывод что в общем то какой-то глобальной перепланировки да и вообще хоть какой-либо сделать невозможно потому что стены между комнатами несущие далее в середине это санузел а его мы не можем в комнаты и на кухню переносить поэтому все это делает невозможным какую-то глобальную перепланировку придумать тем не менее какие-то перегородки подвигать наверное можно но опять-таки же вы просили делать планировку не двигая перегородок поэтому попробуем и так и так подумать что может получиться итак начну с прихожей заходим в прихожую и попадаем в такую в длинное вытянутое помещение которое больше похоже на какую-то такую длинную длинную колбасой образную штуковину хорошо это или плохо но на мой взгляд это не очень хорошо потому что прихожая должна быть все-таки побольше попросторнее где можно раздеться повесить там одежду с комфортом а здесь у нас остается всего лишь на всего один шкаф и этого немного надо сказать для семьи из четырех человек глядя на эту квартиру можно предположить что эта квартира все-таки для семьи с детьми вот одна детская вторая детская спальня для родителей двоих как правило поэтому четыре человека вот для четырех здесь конечно маловато правда ребята предусмотрели быстрый гардероб заходим получается и сразу же утыкаемся в висящую одежду на крючках ну по мне это не очень красиво это всегда визуальный шум который отвлекает от интерьера мы же хотим интерьер красивым сделать а тут вдруг у нас такой склад одежды ну как-то вопрос и кстати такая интересная штука я сравнивал с двухкомнатной квартиры вот например двухкомнатная квартира тоже от брусники и глядя на прихожую в двушке это самое прихожая больше по размеру вот смотрите какой большой шкаф здесь помещается но двушка как бы логично что она поменьше и народу там вроде как бы предполагается будет жить поменьше а тут как бы трешка и шкаф прихожей вот такой маленький ну как-то странно по мне чтобы я сделал как бы изменил я бы на самом деле взял и одну перегородочку то все-таки бы сместил то есть вот сюда вот до комната станет меньше но зато у меня появится большой вместительный шкаф плюс к нему плюс к этому шкафу я могу поставить какую-то красивую консоль в прихожей с торцевой стены зачем мне это нужно ну во первых это дополнительное хранение это обувь шапки какие-то шарфы перчатки что-то там еще а во вторых что очень важно я делаю визуальную точку или фокусную точку из зала когда я сижу за столом или нахожусь на кухне я вижу то есть смотрю в коридор и вижу какую-то красивую штуку ну то есть какой-то комод красивый над ним какое-то зеркало которое может увеличить пространство или картина которой можно полюбоваться а в варианте который был изначально от брусники предложен там просто шкаф но вот смотрите разница какая-либо вы смотрите на шкаф какой-то либо это какой-то красивый комод с картины с прихожей разобрались да если остались вопросы друзья пишите в комментариях постараюсь ответить идем дальше дальше у нас коридор от которого мы никуда не денемся к сожалению он останется как есть и попадаем в гостиную чтобы я здесь сделал я бы дорогие друзья вот здесь нарастил бы небольшие такие пушки знаете но чтобы мы в помещении входили через какой-то некий такой портал дверной проем чтобы вот это вот пространство но обозначить в общем то вот таким вот прямоугольником то есть я бы вот это сделал конечно же дальше расстановка мебели есть г-образный кухонный гарнитур круглый стол диван кресло телевизор но в общем то весь набор присутствует и здесь в этом варианте он расположен ну скажем так практически идеально относительно именно этой комнаты но потому что по-другому как-то здесь поставить в общем то практически невозможно просто-напросто места нет но при этом есть где готовить есть стол обеденный и есть диванная группа все на месте а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании какую можно было бы предположить еще расстановку мебели в этом пространстве но наверное кухню можно было бы развернуть вот таким образом и превратить вот эту часть в такую знаете некую барную стойку оля остров он конечно небольшой получится но тем не менее при этом исчезает стол и придется завтракать за этой самой барной стойкой не самый лучший случай для большой семьи все-таки для большой семьи предпочтительный стол вот ну что давайте дальше посмотрим две детские комнаты одну я бы оставлял без изменения так как она и есть вот одиннадцать с половиной квадратных метров вторую я уменьшил только ради того чтобы получить дополнительные места хранения и красивый внешний внешний вид со стороны гостиной помните да фокусная . комод картина сверху то есть какая-то красота ну и просторы естественно дополнительно в прихожей у нас остается большая ванная комната которая пять квадратных метров и в принципе в это пространство должно все поместиться единственное что я немножко по-другому все расставил то есть я бы сделал вот так закрытые шкафы из торца этой комнаты в одну часть спрятал стиральную машину может быть сушильную сверху поставил один отсек у меня бы ушел на хозинвентарь ну еще бы осталось место под многочисленное хранение рядом с ванной я бы поставил небольшую раковину и унитаз конечно нужно все четко мерить по размерам и смотреть по законам эргономики чтобы все влезло но вроде бы помещается если ванна вам не нужно то можно поставить душевую кабину вот таким образом и унитаз допустим перенести на эту стену у нас бы получилась такая знаете классическая расстановка раковина душевая кабина унитаз здесь вопрос какие у вас дети все-таки если они небольшие маленькие то им точно ванна нужно если большие но наверное и душам смогут довольствоваться тут уже вам решать дорогие зрители но идем дальше и у нас остается мастер спальня так называемая первое это ванна дальше сама спальная комната ванная комната она здесь такая немного забавная на планировке мы видим что душевая и унитаз оторвались от стены но может быть поторопились и просто накидали мебель а уже расставить аккуратно времени не осталось но надо конечно к стеночке это все под прижать здесь место не остается ни на что кроме тех приборов которые здесь есть но в принципе этого и достаточно для семейной пары я считаю идем дальше попадаем в спальню в которой есть шкаф вот здесь я бы конечно подумал по поводу того а не добавить ли еще шкафов потому что предложен всего лишь навсего один шкаф на 2 метра а этого маловато для семейной пары я просто по собственному опыту знаю что этого мало но например у моей жены шкаф 2 метра и у меня где-то метра полтора получается на двоих три с половиной метра и хорошо бы еще немножко добавить то есть четыре метра шкафов надо бы иметь а здесь всего лишь два что делать например как вариант мы могли бы подвинуть кровать немножко ближе к окну у нас бы осталось место побольше там где стоит шкаф и мы бы добавили еще один узкий хотя бы шкаф и тогда получилось бы гардеробную в которую мы можем зайти с одной стороны у нас узкий шкаф под вещи которые мы складываем и на полочке кладем а с другой стороны шкаф куда мы вешаем на плечиках одежду вот такая история получается но при обратите внимание что у нас получается тоже здесь такой некий аля вытянутый коридор с которым тоже нужно что-то придумывать с точки зрения дизайна вот поэтому но чтобы не казался этот коридор каким-то вытянутым длинным там и так далее ну вот такая планировка у меня получается друзья пишите в комментариях как бы вы может быть поступили или по-другому что-то вы сделали вроде бы изменения какие-то небольшие имеют право быть но даже самое небольшое изменение в планировке способна поменять качественно вашу жизнь друзья мои ну а я с вами прощаюсь до следующего раза в следующем разе я разберу двухкомнатную квартиру от брусники на этом все всем пока да прибудет с вами муза кстати подписывайтесь на канал